Добрый день, дорогие друзья! Мы дружина юных пожарных... ОБЕЛИ СЕРЦА! Занятие в дружине юных пожарных это не просто увлекательная игра. В дружине юных пожарных мы получаем ответы на многие вопросы. Что делать из-за демиза телевизора? Как мучить другу, получившему насильное ожоги? Как затушить начавшуюся в лесу пожарных? Что говорить пожарным при вызове их на место происшествия? В ответы на эти и многие другие вопросы мы получаем на занятия в дружине... ОБЕЛИ СЕРЦА! Мы совсем недавно в дюк, но говорим честно и надежно. Готовы пожарным и дать отпор, так как знаем, что нельзя, а что можно. Мы поставили перед собой цель, чтобы дома от огня оберегать и людей предупреждать. Как вести себя с огнем, чтобы мы были другом, а не врагом. Конечно, отряд наш еще очень молодой, но мы упорно учимся и много тренируемся. Чтобы в час опасность справиться с бедой, в любое мгновение каждого дня мы этому следовать будем завету. Учиться и жить, чтобы гречить огня, деревья, людей, человека, планета. Каждому члену дружины нужно личным примером показывать окружающим о том, как важно соблюдать правила пожарной безопасности. Кто задорный и веселый, верность правилам хранят, бережет родную школу от огня. Это я! Это я! Это огненные сердца! Кто соседский детворей объясняет во дворе, что игра с огнем не даром завершается пожаром? Это я! Это я! Это огненные сердца! Кто пожарным помогает, правила не нарушает, кто пример для всех ребят? Это я! Это я! Это огненные сердца! А вы знаете, почему возникают пожары? Почему огонь не достаёт становиться дорогом и дарает большие несчастья? Пожар приносит много лет. Он уничтожает дома и строения, центры, предметы, мебель, книги, словом, всё, что человек успел приобрести за годы упорного пожара. Пожар нередко гибнут взрослые и дети. Виной тому часто становятся дети. Не слушая своих родителей, они поджигают спички, включают электрические приборы. Помните, что самый большой пожар начинается от одной лишь спички или даже из крылья. Что вы здесь развыступаете? В чём я снова виноват? Я бы сам не разгорался, вот со мною все шалят. И за что такая слава облетела землю всю? Неужели только горе я в дома выше несу? Я грею вас морозы, вырю пищу и сушу. Я могу быть очень грозным, но в который раз прошу, повнимательнее будьте, выполняйте правила, чтобы меня разбушеваться ничто не заставило. Мы с тобой согласны тоже. Людям всем во всём поможем. Только так бывает часто, что мы начало всех несчастья. Мы не злые, только нужно правила все выполнять, и тогда мы будем дружно в мире сосуществовать. Насчёт спички я согласен, людям помощь принесёт. А от зажигалки толку, только сигареты жжёт. Как на это посмотреть? Что же здесь решающее? В спичке могут отсыреть, а я долгоиграющая. Спор уж далеко упадёт, это утомительно. Вы про себя, девчонки, расскажите ярко, убедительно. Мала я и очень опасна, но ведь без меня жизни нет. В руках я сияю прекрасно, а бросишь, натворю много бед. Люди, я ещё раз повторяю, создали меня не для игры. Если не хотите происшествий, прячьте хорошо от детворы. Я тоже коварна, по сути, хоть мало бензина во мне. От зажигалки, прошу вас, поверьте, всё может исчезнуть во мне. Люди, мы ещё раз повторяем, созданы мы все не для игры. Хорошо всё детям объясняйте, чтобы в доме не было беды. Но если вдруг случился пожар, звонок в пожарную часть, это очень важно. Но только надо знать, что и как правильно сообщать. Здесь народ, если что-то горит, если люди подозрят в плену, если рядом запасы воды, как скорее проехать в дырну? Не забудьте указать, кто звонит и откуда. Не забудьте указать свой номер. Обязательно сообщите свой номер. Каждый раз, когда случаются пожары, на помощь спешат пожарные. Пожарные – люди необыкновенные. Поделы по лестнице или схватка с огнём – это их обычная работа. На пожаре о героизме и где-то есть. Смысл и суть этой работы укладываются в три слова – спасти, сохранить и помочь. Труд пожарного в почёте, опаснее дело не найдёте. Пожарных мы за доблесть чтим, за смелость их благодарим. Чтоб никого не огорчать, будем правила узнать. Ведь знают все почти с пелёнок, предупредить пожар легче, чем тушить. Ну а пожарным… Спасибо говорим от всей души. И мы, юные пожарные России, готовимся стать достойной сменой своих старших товарищей. Ребята, вступайте в ряды юных пожарных!